Здравствуйте! Я Елена Левицкая-Пахомова. Это механизм действия. Помните, мы подводили итоги 2021 года. Одним из гостей был журналист Валерий Демидецкий. Он тогда насторожил нас с другим гостем, заговорив о неком вооруженном конфликте, в который попытаются втянуть Молдову, чтобы отвлечь от социальных проблем. Перед Новым годом такие прогнозы не хочется воспринимать всерьез, но события и заявления молдавских политиков в январе заставили вновь пересмотреть фрагмент с тем размышлением Валерия. Кому и зачем огнетать ситуацию среди молдавских политиков, мы можем догадываться. Но вот нам с вами влазить в разборки больших игроков точно не нужно. Затопчуть, потому что мы маленькие, не очень юркие и слабые. Все это надо признать и лучше постоять в стороне. Об этом не только. В нынешнем выпуске «Механизма действия». Начинаем. Социологические опросы, что можно прочесть между строк, а что составители вопросов и считающие ответы пытаются от нас скрыть. Разберемся с Яном или с Невским. Энергетические парадоксы. Литва дает Молдове рекомендации, как выжить при газовом кризисе. С пыну выдает все новые детали переговоров. А гагаузы решают закупать газ в обход Кишинева. Какие еще напасти ждут нас? Напряжение, напряжение. Россия, США и НАТО обсуждают. Украина ожидает их решения. Ждем и мы. В списке молдавских новостей на этой неделе на первых позициях остается энергетика. Но тут тоже рейтинг. Правда, абсурда. Не могу сама определить, что абсурднее. Судите сами. Новость номер один. Президент Молдовы обсудил с председателем Сейма Литвы энергетический кризис. Две энергетические державы, получается. Литовский спикер посоветовал Молдове экономить, топить подножными материалами и устанавливать ветряки. Спасибо. Это, конечно, кардинально изменит ситуацию. Новость номер два. Оказывается, на переговорах в Санкт-Петербурге о продлении контракта на поставке газа наш вице-премьер Андрей Спыну с порога заявил, что политические требования обсуждать не будет. А мы все думали, что так затянулось обсуждение. Так это россияне из ступора выходили. Но это примерно как на футбольный матч прийти с лопатой и начать сажать на поле рассаду. Ну, мягко говоря, неуместно. Переговоры экономические, а он сам их сделал политическими. И новость номер три. Депутаты Народного собрания Гагаузии решили ехать в Москву и в обход Кишинева договариваться о поставках газа в регион. Вместо комментария – предложение руководства Молдова Газ. Выделите, пожалуйста, человек, специалиста, который провел бы разъяснительную беседу с гагаузскими депутатами, и рассказал, разъяснил о существовании трубопроводов и газораспределительной системы. Чего слово? Стыдно. О других событиях уходящей недели – наш следующий материал. На этой неделе о Молдове говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Он упомянул нашу страну во время представления ответа Альянса на предложение России по безопасности. НАТО призывало Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы и воздерживаться от агрессивной риторики. Цитата. Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств. Россия также должна вывести свои войска из Украины, НАТО считает Крым территорию Украины, Грузии, НАТО считает Южную Осетию, Абхазию территорию Грузии, а также Молдовы, имеется в виду Приднестровье, где находятся российские миротворцы. Все это заявил Столтенберг, утверждая, будто войска размещены без согласия этих стран. Видимо, хронологический порядок событий 90-х годов в Молдове станет одной из тем очередного выпуска механизма действия. Национальное агентство регулирования в энергетике предлагает повысить тариф на электроэнергию для потребителей Premier Energy с 1,51 лея до 1,92 лея за киловатт-час. Компания просила повышение до 2,79 лея за киловатт. Тариф для потребителей северных сетей может вырасти с 2 лея в 8 банов до 2 лея в 25 банов. Сам поставщик электроэнергии на севере Молдовы обратился в Наре с запросом повысить тариф также до 2 лея в 79 банов. 26 января Наре выставила проекты на общественное обсуждение. На Олимпийских играх в Пекине Республику Молдову представят 4 спортсмена-биатлониста. Михаил Усов, Максим Макаров, Алина Стремоус и Анна Геленко. И также спортсмен в самом спорте Дойна Дескалуй. Ей доверено нести флаг страны на церемонии открытия. Олимпийские игры проекты в Пекине с 4 по 20 февраля. Буквально каждую неделю, ну ладно, может быть раз в две недели, мы с вами являемся свидетелями представления широкой публики социологических опросов. Но об этом они говорят всегда с какой-то долей сомнений. Стоит им доверять? Не стоит. Кто заказчик? Кто проводил? На самом деле это большая-большая сложная наука, и не каждый может это сделать и провести, и не каждый может прочитать кое-что между строк, но мы с вами попытаемся научиться это делать. А нашим проводником в мир социологии будет Ян Лисневский. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще это благодарное или неблагодарное делать, заниматься социологическими опросами? Ну, на самом деле вопрос не ставится, благодарный или неблагодарный. Это необходимо, скорее всего, потому что социология, да, как вы сказали, это сложная наука, но мало кто говорит, что это лишь часть большого механизма для того, чтобы понять, как действует политика, что нужно предпринять, и много разных факторов, да. То есть это определенный механизм. К сожалению, да, социологи и все компании, кто занимается социологией, они на самом деле адаптируются под прессу, потому что на самом деле социологов или политологов, да, или консультантов в области политологии, ну, рейтинги, это последнее, что интересует. То есть есть много важных вопросов, да, которые показывают ту или иную ситуацию, или что нужно предпринять, на которые они обращают свое внимание. Но людям интересны рейтинги, поэтому, да, вот, в основном весь акцент ставится на рейтингах, и многие обсуждают, стоит доверять или не доверять. Я всегда отвечаю одинаково, то есть социология – это не вера. То есть в веру можете верить, но в социологию, ну, да, ее нужно анализировать, нужно читать. И когда мне спрашивают, веришь этому социологическому вопросу или не веришь на самом деле, я не понимаю, то есть вопроса, потому что для меня любой опрос, даже, может быть, там, кто-то ему доверяет или не доверяет, это механизм, который, наука, который нужно прочитать, нужно проанализировать, да, и сделать какие-то выводы. – Кому вообще нужны социологические опросы? Потому что я вот понимаю по вашим словам сразу же, вы сразу же так в политику перешли. А ведь есть гораздо больше направлений. Социальная сфера, здравоохранение, вот мы с вами до записи говорили о пенсионном фонде, то есть любые, в принципе, процессы, менталитет, ментальность, изменение отношения людей к любым процессам, это все ведь подается, должно исследоваться. Но в Республике Молдове, вот даже так сконцентрирую и вот сужу вопрос, в Республике Молдова, кому нужны социологические опросы? Кто их заказывает? – Ну, заказчиков на самом деле очень много, то есть это, да, вот мы начали говорить о политике, но в основном, да, есть и компании, которые заказывают социологические опросы в области экономики, в области социальной сферы, то есть в сфере очень много. – Да, продажи тоже вы их учили. – Очень много. Что касается международных отношений, это тоже. У нас, к сожалению, очень мало социологических опросов, которые показывают ту или иную ситуацию внутри страны на взгляды, скажем, того, что происходит в мире. – Это могут, да, вот как мы сказали, это могут быть партии, это могут быть политики, это могут быть даже определенные министерства или институты, потому что без определенного анализа, ну, очень трудно сделать стратегию или план действий, там, краткосрочный на год или там на 4 года. – Но тоже социальную кампанию очень сложно, да. – Постоянно нужно, да, то есть это держать под контролем, без социологии или без каких-то там опросов, фокус-групп или других механизмов, то есть это практически невозможно. – А на деле кто является в Молдове? Про партии мы знаем, это понятно, да. – Ну, опять же, я сказал, то есть очень много, например, обращаются каждый месяц какие-то компании, то есть экономические. – Это могут быть даже телевидения, это могут быть, то есть, ну, заказчиков на самом деле очень много. – Плюс, да, почему вот мы именно начали заниматься социологией, потому что мы работаем больше в области консультации, и нам необходима, то есть, социология. – Изначально, то есть, получается, с 2013 по 2015 мы заказывали, то есть у других, ну, потом решили сделать свой механизм, да, который бы даже обошелся бы дешевле для компании. То есть, и это дает возможность, да, и давать хорошие консультации, и видеть картину в общем, или знать, куда направляться, то есть. – Ну, заказчики мы с вами вот перечислили, это политические партии, это, наверное, производители, те, кто что-то пытается и производить, и продавать на этом рынке. А международные организации тоже, правильно? – Да, могут и международные организации быть. – Государственные учреждения насколько часто проводят? – Ну, государственные, то есть, вот, в основном, у нас был очень маленький опыт, да, работы с государственными учреждениями, это всего лишь… – Вы вообще тендеры хоть и слышали о том? – Пять лет, да. Ну, в основном, мы проводились и тендеры, некоторые мы выигрывали, иногда даже напрямую обращались, то есть, к нам, но, к сожалению, то есть, государственные институты очень редко обращаются. – То есть, это может быть, скажем, один или два раза в год, то есть, обращаются. – Ну, это обращаются. А вот вы видели их исследований вот в последние годы много, немного, потому что мы постоянно говорим о реформах, да, в нашей стране, говорят, 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 говорят. Но любые изменения могут быть только после того, как исследована, во-первых, ситуация, готовность людей и болевые точки, что нужно менять. Ну, что мы же не можем, вот эта самая бредовая ситуация, да, сейчас мы возьмем европейский опыт, привнесем, и все будет у нас как в Швейцарии. Да не будем мы как в Швейцарии, потому что мы не швейцарцы. У нас свой менталитет, он не хуже, может быть, в чем-то, но он просто отличается, он другой. – Ну, во-первых, мы должны понимать, что действительно мы хотим. То есть, да, многие говорят, Европа – это достаточно хороший пример для нашего государства, но на самом деле все эти реформы, да, или все эти изменения нужно адаптировать. Адаптировать с учетом пожеланий граждан, возможностей и так далее. То есть, это огромная работа. Когда, да, политики могут говорить о реформе, там, за день, за два или там за год, на самом деле, то есть, когда идет вопрос о реформе, то есть, это, скажем, приблизительно от трех и так далее, то есть лет. Потому что, ну, невозможно, во-первых, невозможно принести что-то новое, не зная, как работает старый механизм. К сожалению, с этим сталкиваются очень многие правительства, да, и последнее не исключено, когда необходим период для адаптации. Но, опять же, этот период для адаптации, он и должен использоваться, не просто там, как бы, посмотреть, как работают механизмы института, но и знать, то есть, свой план, как он должен дальше идти. К сожалению, это очень редко происходит, нету определенного анализа у институтов, в основном пересекается, то есть, вот, политический популизм, да, вот, как мы называем, и наука. Наука, она, на самом деле, скучна, и никто этим не хочет заниматься. То есть, если государство будет заниматься, то есть, скажем так, новостных тем будет намного меньше. Слушайте, ну, работа правительства, она сама по себе очень скучная, по логике должна быть. Это примерно как работа ЖЭКа, которая муторная, сложная и физически сложная, изматывающая, но она крайне необходимая. Но у нас, да, у нас все это превращается немножко в такой, как будто спектакль. Сколько стоит один социологический опрос? Сейчас с вами потом перейдем к выборке, насколько это, ну, можно проецировать на общие населения, на какую-то определенную группу. От и до, вот просто назовите, без какой суммы минимальная ставка и что на нее можно? Ну, минимальная ставка, да, это, скажем, если так подсчитать. Ну, опять же, здесь зависит от исследования, от количества вопросов. А вообще, самое дешевое исследование, которое вы слышали и которые, вот, сколько за него платили? Самое дешевое исследование, если назвать это исследование, как научное, то есть это, получается, сумма от 7 евро, да, то есть один опросник. То есть это самое дешевое. Потому что, да, ну, многие говорят, что можно сделать дешевле, особенно политики очень торгуются. Можно, но он вам не нужен. Вам нужно исследование или просто показать какие-то цифры. Вот, на самом деле, к чему мы пытаемся переобразить, то есть вот политику в Республике Молдовы, что исследование, оно поможет и в дальнейшем. То есть просто цифры, можно говорить в новостях, но завтра мы о них забудем, завтра еще какая-то будет. А эти цифры могут помочь партии или политику, да, или компании сформировать свою стратегию. Стратегию, исходя из пожеланий граждан. Ну, вот 7 мы услышали условных единиц, а максимум? Ну, максимум это где-то около 15-20 евро один опросник. В чем отличие? Вот я респондент, ко мне, вообще есть ли отличие, я смотрю, что сейчас много телефонных уже опросов, но, правда, в период пандемии и не к тому прибегнут. В чем отличие, насколько разница вот в опросниках, количество вопросов, которые ко мне придут? Ну, разница огромная на самом деле, в зависимости от количества вопросов. Эти вопросы разделяются на несколько групп, то есть первоначальная группа, то есть она достаточно простая, которая даже любой менеджер может сам ввести все данные. Что касается уже дальше, то есть это идет даже формулировка этих вопросов, потому что опять же влияет на результат. На ответы иногда часто влияют. Я буду приводить пример, постараюсь не политический, чтобы никого не... К примеру, даже вот американский институт провел исследование, то есть трем группам людей задали вопрос. Показали картинку, да, где машины врезаются друг в друга. В первом вопросе был вопрос, как вы думаете, с какой скоростью ехали эти машины до того, как врезались. В второй группе они спросили, как вы думаете, с какой скоростью ехали машины до того, как они соприкоснулись. И третий, то есть как бы буквально, то есть они еле-еле задели друг друга. На самом деле от синонима, да, скажем так, от вопросов соприкоснулись. То есть, то есть, то есть, на самом деле зависело в том, что первая группа отвечала, что скорость была намного большая. Хотя одна и та же картинка, одно и то же видео. Это где слово врезались, да? Да, где врезались, там разбились. И уже группа, которая говорила, что они просто соприкоснулись, они говорили, что скорость намного меньше. То есть, приблизительный пример, да, как формулировка вопроса может повлиять на результат. Да, и третий вопрос мог бы, куда делся виновник происшествия. Все, сразу же мы двух жертв изображаем, и все. Кроме того, опять же, да, здесь учитывается как бы ряд вопросов. То есть, какой первый вопрос, какой второй вопрос. То есть, это опять же все влияет. В основном, да, вот мы видим опросники, вот интересный вопрос. Как вы думаете, в каком направлении движется наша страна? На нашей стране, правильном или неправильном? В основном, это негативный ответ, да, и человек уже на второй вопрос, он будет исходить из результата первого. То есть, шлейф идет такой, да. Да, конечно. Многое зависит от операторов, потому что мы, например, работали над операторами около трех лет до того, как они уже могли, набрали опыт, были профессионалами. Операторы – это люди, которые проводят непосредственно, идут в поле, ну, грубо говоря, в поле, да, приходят. Самая большая работа, то есть, это у них. А кто может быть оператором, кто не может быть оператором? Меня бы вы взяли в оператор или нет? Ну, во-первых, оператор должен пройти курс. Да. То есть, могут, естественно, все работоспособные люди, потому что с ними заключается контракт, это бывает два вида контрактов, то есть, именно на проведение одного опроса, либо, скажем, на долгосрочный период. Мы даже работали в некоторых странах и даже в Республике Молдова с волонтерами. Здесь, опять же, труднее, потому что их надо обучать. Их надо обучать, видеть их способности. И, опять же, в Республике Молдова это обязательный разговор на двух языках, то есть, это русский, румынский, по желанию, может быть, и третий язык, да, то есть, главное, не ограничиваться и получить тот результат, который мы хотим. И поэтому, да, ограничения какие-то по возрастному, да, ну, то есть, это работоспособный должен быть человек, то есть, от 18 и, скажем так, до 50 лет. 50, старше нет? Ну, есть, ну, все-таки бодренькие, 70 лет. Есть, которые, да, но их очень мало на самом деле, кто этим занимается, то есть, мы не ограничиваем. А у вас вот есть такая охота за хорошими операторами? Она есть во всей Республике Молдова. Да? Да, потому что вот, ну, за, получается, 10 лет мы сталкивались с тем, что операторы, скажем, работали не на одного, скажем, не на одну компанию, а на несколько. Это вот прямо между вами какая-то конкуренция или все-таки это позволительная, если человек успевает? У нас немножко по-другому компания, то есть, она не базируется просто на социологии, да, есть и другие сферы, поэтому у нас нету конкуренции, скажем, с другими компаниями, которые занимаются только социологией. И, насколько я знаю, и между ними нету конкуренции, что касается операторов, менеджеров, потому что таких людей очень мало. То есть, это нужно, например, менеджеры, они должны иметь и образование социологическое, то есть, должны знать эту науку и иметь большой опыт. У нас в Республике Молдовы, к сожалению, таких людей очень мало. В последнее время, вот я помню, иногда прибегали к помощи иностранных компаний, да, с Румынией, с Украиной, мы тоже с ними сотрудничаем. И увеличение этого опыта, да, то есть, может говорить о том, что увеличение качества и работы именно с операторами и менеджерами. А кто может проводить? То есть, есть ли какая-то сертификация? И мы только видели, как журналистам, мы знаем точно, что мы, когда даем какой-то результат социологического опроса, мы должны назвать. Кто проводил? Ненавидим вот это новое законодательство за это, потому что это занимает минуты-полторы, ты только перечисляешь. Кто проводил? Кто заказчик? Какая выборка? Какая, значит, погрешность? Когда проводилась? В каких населенных пунктах? В общем, пока это проведешь, уже, блин, и, в общем, дальше едешь. А кто может проводить? Вот к нам такие жесткие требования, а к вам такие же жесткие требования? Ну, к нам тоже жесткие требования, но они больше не со стороны законодательства, а со стороны, скажем, общества или медиа. Потому что масс-медиа, она достаточно в последнее время начала проверять, то есть, может эта компания проводить или не может. Изначально это очень трудно, да, потому что если ты новая компания, пытаешься войти в рынок, доверия очень мало. То есть, когда уже у тебя за спиной, скажем так, сотни проведенных исследований, и причем эти исследования иногда могут быть непубличными. То есть, это могут заказывать определенные организации, это могут быть международные организации, которые... То тогда уже, естественно, есть доверие. Кроме того, уровень и круг политических консультаций или исследований в Республике Молдово, он очень узкий. То есть, эти люди друг друга постоянно все знают. И на телевидении, например, кто-то может говорить, я не верю, или я верю в эти опросы и так далее. Но за телевидением, то есть, все довольно знают, что за опрос, какие результаты интересны. И нет вот этих конфликтов, которые существуют в масс-медиа. Очень часто говорят о том, что... Ну, не часто, но бывает, что, ой, это заказной соцопрос, и не верьте ему. Вот в мире социологов насколько есть тоже такие разговоры? Идут ли они? На самом деле, именно в научном кругу таких разговоров нет. Ну, потому что, давайте мы говорим откровенно, то есть, без заказов, да, без клиента исследования очень трудно проводить. То есть, им всегда, то есть, неважно, то есть, это общественная организация или еще какая-то, то есть, это растраты. И растраты достаточно большие. То есть, что касается логистики, что касается обучения, что касается проведения. И без финансовой поддержки это невозможно. Естественно, всегда существует клиент. Или сама компания может быть клиентом, да, вот как у нас в нашем случае. Потому что мы ежемесячно проводим исследования, некоторые даже не публиковываем, потому что мы делаем для своего пользования. То есть, я опять же говорю, это лишь маленький механизм, да, из большой, скажем так, деятельности. И заказчики есть, заказчики всегда будут, но сам факт, зачем, да, вот этот опрос этого заказчика, политической партии и так далее, и так далее. На самом деле, когда говорят заказной, то есть, заказных не существует опроса, на самом деле. Презентации какие-то, да, они могут быть. Поймите. Ну, то есть, сроки бывают когда, то есть, в определенный момент, да. Ну, компании, у которых есть опыт, они буквально за две недели могут провести исследования. То есть, у них все готово. Ну, поймите, что мало кто из партии, или даже если политиков, будут тратить от 10 тысяч евро на то, чтобы сделать, скажем, какую-то картинку. Им нужны данные для, скажем, анализа стратегических действий. Подождите, это для внутреннего. Мы же с вами прекрасно понимаем, что далеко не весь тот объем данных, который вы получаете, появляется на пресс-конференции. На пресс-конференции появляется, ну, я думаю, что процентов 5, если не 2, скорее всего. То есть, ну, вот какие и такие только вот реперные точки, которые как-то, ну, вот могут связаны с какими-то именами, или могут на самом деле повлиять на ощущение, мир и ощущение людей. Но вот этот огромный объем, который остается за кадром, он, могут ли на него, кстати, даже не, давайте не про него, а вот про то, что появляется в СМИ. Говорят, что иногда перекупают в последний момент перед выборами. И некоторые, вот один тот же опрос смотрит несколько партий, они чуть ли не гонятся за тем, чтобы вот заполучить и, может быть, как-то повлиять. Ну, ведь говорят же тоже у нас, что иногда могло, когда там центральная избирательная комиссия вроде как могла повлиять тоже на результаты выборов. Ну, я говорю об этом. Говорят. Ну, возможность есть. То, что определенные партии получают, скажем, один и тот же опрос, в этом секрета нету, потому что, да, вот иногда у нас были случаи, когда три партии заказывали приблизительно одно и то же исследование, и для того, чтобы сократить их расходы, да, то есть это был один опрос. Они об этом знали? Да, да. То есть клиент, он всегда должен знать. Увеличивать для кого-то... Они дополнительно добавляли какие-то вопросы, кстати? Нет, там были, да, буквально, да. Или просто общие. Они, к сожалению, для нас, то есть их интересовал в основном рейтинг, исходя из тех или иных действий. То есть они сделали, скажем, лансарь, то есть старт предвыборной кампании, они хотели посмотреть, как это влияет, то есть на их рейтинг. Такое проводится в Соединенных Штатах, в Республике Молдовы это очень трудно делать, на самом деле, потому что есть погрешность, да, плюс 3, минус 3 процента приблизительно. А есть еще и процент искренности. То есть у нас он очень низкий. Я очень люблю экзит-полы наши, которые провалились в Молдове вообще. Ну, почему? Например, наш экзит-пол по президентским выборам, да, вот мы гордимся, это был единственный экзит-пол, который совпал приблизительно даже в плюс-минус 2,8 процентов, то есть с результатами, которые были на выборах. Я просто помню, когда на Публике ТВ работала, какой-то был крах просто, там в одной партии уже отмечали победу. Да, это 2010-й, 2010-й, 2010-й год. Но Румы тогда были обескуражены и сказали, что мы ничего не знаем о вас. Его очень трудно провести на самом деле. И мы изначально говорили, что нас интересует именно вот этот процент искренности граждан, потому что граждане на самом деле по политическим вопросам не всегда говорят то, что они будут, например, за кого голосовать. Не знаем, то есть мы проводили исследования и на Украине, например, и в других странах постсоветских, и выявили интересную вещь, что люди, скорее всего, скажут, сколько у них денег, но не скажут, за кого на самом деле они будут голосовать. То есть и на Украине, и везде на постсоветском пространстве, примерно? Да, это везде буквально. А вот в Европе это тоже есть? В Соединенных Штатах, да, вот мы сотрудничаем с некоторыми консалтинговыми компаниями со Штатов, наоборот. То есть они откровенно говорят, за кого голосуют или кого поддерживают, но вот не скажут всю финансовую, скажем так, составляющую. И здесь, во-первых, влияет уровень доверия к политическим партиям. Это раз, то есть мы видим, что это буквально от 4 до 5 процентов, на самом деле очень маленький процент доверия к политическим партиям. Два, то, что нет доверия к власти. То есть люди боятся на самом деле говорить, что будут голосовать или не будут голосовать за партию власти или за лидера определенного, потому что боятся последствий. То есть или боятся, скажем, того, что это будет обсуждаться на уровне соседей и так далее. Потому что другой процент, который нас настораживает на самом деле, каждая вторая семья ссорится по политическим вопросам. Или вообще молчит и не говорит, за кого голосуют. И это, опять же, достаточно большой показатель, который мы говорим о реформе, о смене политического класса. Это невозможно без устранения вот таких вопросов, что касается политики, социологии и так далее. Но бывали ли случаи, когда вот эти три политические партии вам заказывают, и кто-то говорит, слушай, ну можно процентик там приписать? Да, если честно, были такие вопросы. Сколько предлагают за это? Мы не спрашивали, потому что нам неинтересно. Ну, хорошо. Ну, хотя бы сумму знали бы. Ну, понимаете, это должен быть предложить либо несколько миллионов, чтобы взять и больше не работать. Потому что завтра, послезавтра будет другая партия или другой клиент. И когда проявятся вот такие действия, то уровень доверия будет намного меньше. А уровень доверия именно и составляет количество клиентов, которые обращаются. Хорошо, а случались ли такие случаи на рынке молдавском? Ну, на рынке, если честно, я не знаю, если были такие случаи или не были такие случаи. Я лично, например, за последнее время, ну, да, вот говорят там, опять же возвращаемся, веришь или не веришь. То есть я изучал буквально все социологические презентации, которые были предъявлены за последние, скажем, 10 лет. И в некоторых вопросах, да, я видел ту тенденцию, но опять же, я не делал акцент на рейтингах. То есть мне неинтересно, когда говорят люди, за кого вы проголосуете, да, этот результат на сегодняшний день, даже на вчерашний день. Потому что, скажем, опрос проводился вчера. И интересны другие вопросы, которые на самом деле отвечают на вопрос, кто выиграет выборы. Какие? Ну, которые люди вот видели, да, скажем так, чтобы не раскрывать всех. Это может быть активность, это может быть доверие, это может быть вопросы доверия, это может быть вопросы стратегии политика. То есть именно по определенным, скажем так, вот если вы заметили, у каждого политика есть программа, да, он говорит какие-то определенные пункты. Заметили, да. Пункты, да, и если эти пункты сопротивляются на самом деле с желанием граждан, да, шансов больше. Если у этого политика уже есть фидбэк, то есть есть результаты определенные, да, то есть опять же это может дать ему определенный плюс. Все эти плюсы именно выявляет победителя. Естественно, формул достаточно очень много и следить за ситуацией политической тоже тяжело, потому что изменения могут произойти в один день. То есть у нас были случаи в 2018, кажется, год, когда буквально все социологические опросы, которые представлялись, которые не представлялись, да, показывали одну картинку. Произошло событие, которое поменял все буквально кардинально. Что это за событие? Ну, я уже говорил об этом событии, да, когда господина Настаси прослушали разговор с мамой и опубликовали это. То есть вот это событие, оно кардинально изменило всю ситуацию на тот данный момент. И мы, например, знаем, что, да, работали много консультантов здесь и даже которые приезжали из-за границы. И для многих уже местная предвыборная кампания, она уже закончилась, то есть на самом деле. И поэтому, да, уже многие консультанты уехали, то есть была как раз международная конференция. И именно там, то есть это было Бухарест, то есть узнали, что вот это произошло и все уже поняли, что ситуация изменится. Так и случилось. Есть у нас последний, вот я бы хотела сравнить, может быть, вы мне подскажете. Значит, есть два исследования. Эдис Вейтуру, это у нас было, значит, так проводилось с 4 по 15 декабря. Выдали такие данные о том, что, значит, у нас за блок коммунистов и социалистов отдадут 37,8%, ну, почти 38%. За ПДС, он же, почти 30, опять же, 37,7%, тоже почти 38%, партия ШОР 12,6%. Смотрим, у нас, значит, идут вообще диаметрально противоположные данные, которые сегодня выдала у нас, ух, сейчас попытаюсь найти, кто это. Значит, у нас, у нас, у нас, у нас, так, 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 999 человек по телефону, вот это я точно вижу. И давайте я найду, ну, в общем, давайте я так, может быть, иначе переформулирую. Каким образом может быть вот такое, чтобы партия, за которую якобы 38% в декабре голосовало сейчас, нам рассказывают, что за нее проголосует, ну, 17-12%. Что такого произошло за это время? Ну, во-первых, мы должны смотреть и результаты предыдущей данной кампании, да, потому что, кроме того, вы смотрите на эти цифры, и там есть еще процентов, которые не ответил, да, на вопрос, и которые не знают еще, за кого проголосовать. А если, на мой взгляд, да, вот у нас нету этих определенных последних цифр, да, но, естественно, то есть эти 17% без учета неопределившихся и те, которые не ответили, да, они будут увеличивать. То есть это может быть цифры, которые в которые вовлекли те, кто не определился. Да, да, очень важно. А та цифра большая, это именно среди определившихся. Да, очень важно знать количество неопределившихся. Опять же, в зависимости от самого вопроса, то есть это был открытый вопрос, это был закрытый вопрос, да, вот вы сказали, что Идис Ви Тору, да, то есть поставил именно блок коммунистов-социалистов, то есть так, как они шли на предыдущих выборах. Например, другие социологические компании могут разделить это, да, и вы смотрите на партию социалистов, где там, скажем, 20% и плюс еще там, скажем, 5% коммунистов, да, может быть, и в сумме получается тот же результат. Опять же, очень многое зависит от презентации, от вопросов и от методологии, то есть, да, вот вы даже сказали это по телефону или прямой. Да, 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 вот по телефону последний. На самом деле мы пытались проводить, был даже заказчик на первом туре президентских выборов, и на второй тур мы, то есть, отказались, был заказ на второй, потому что, ну, на наш взгляд, процента отказов по политическим вопросам по телефону очень много. То есть, и иметь, скажем так, анализ, в котором, скажем, 40% отказались отвечать на вопросы, ну, да, его можно представить, это можно сделать презентацию, но на самом деле он не имеет научной базы. К сожалению, у нас люди более 5 минут не отвечают на политические вопросы, особенно... Это по телефону, да? Да, по телефону. Во-первых, нет визуального контакта, человек не знает, с кем он разговаривает. Опять же, здесь нет доверия к оператору, который его опрашивает, то есть, кто знает, может это какой-то политической партии, может быть это там примары и так далее. То есть, у человека возникает очень много вопросов, а доверие к оператору это самое главное, то есть, если у респондента, то есть, нету этого доверия, то есть, ну, естественно, то есть, и оценка данного опроса, то есть, она будет достаточно низкая. Я, к сожалению, огромному не вижу, кто проводил этот социологический опрос вот по телефону, потому что, ну, вот, айда-то, все, есть. Значит, по их данным, ну, вот, например, Вот вам это вопрос, который был задан, да, кому наибольшая степень доверия. У нас лидер Майя Санду, ну, вот, мне интересно, ну, 24% с небольшими, Гридадон 13%, Филаншур 7,5%, Ион Чебан 2,7%. Сравниваем, это вот сейчас свежие сведения. Значит, у нас Сибири Сакса дает, который был проведен, ну, тоже не так давно совсем, Кишинев, мэр Кишинева 44,9%, Майя Санду 37%, Игорь Дадон 34,7%. Вот как такое огромное? Куда у Ивана Васильевича украли 42% доверия? Как это вообще возможно? Вопросы возникают, когда такая огромная разница. Здесь уже, во-первых, вопрос к выборке, то есть, как она была создана, на самом деле, ее очень трудно именно подогнать под результат страны, да, или, в общем, те, кто голосует. Потому что у нас есть официальные данные, у нас есть статистика, да, но на самом деле она не соответствует реальности в государстве. По вашему пониманию, сколько сейчас населения Республики Молдова? Два щенки с каким миллионом? Ну, без Приднестровья, как бы, ну, вот мы берем, потому что на Львовом бережье, кстати, вы хоть раз проводили опросы? Да, да, работали, да. Мы встречались, многие говорят, что там не могут работать, что там трудно, ну, мы очень редко сталкивались, скажем, с работой в Приднестровье, но проблем абсолютно не было, то есть, не знаю, с какими проблемами там сталкивались и так далее. Что касается населения, оно очень, мы скажем так, интенсивно мигрирует, и мы можем говорить, скажем так, о том, что в области двух миллионов, потому что, да, кто-то говорит, там, три миллиона, кто-то говорит, четыре миллиона, да, и что... Ну, 2,5 – это так последний, как более-менее. Да, 2,5. На самом деле, на мой взгляд, намного меньше, чем 2,5, то есть, это, скажем, 2,3, скорее всего, или 2,2 даже, потому что очень часто данные запаздывают, то есть, человек может завтра уже переехать, то есть, и так далее. И сейчас проблема в том, что если раньше, скажем, миграция как происходила, то есть, или гастарбайтеры, которые уезжали, они уезжали на определенный срок и возвращались в Республику Молдова. Сейчас миграция происходит уже у более молодых людей, которые уезжают, возможно, они говорят, что хотят вернуться, но они уже никогда не вернутся, да, как бы человек не говорил, что да, я хочу вернуться, и есть планы. А сдали детей в школу, все, там остались, это уже, да. Да, вот я только хотел это сказать. Если уже семья там, если есть работа, если дети в школе, то есть, его адаптировать к молдавским условиям очень трудно. Причем, они могут переехать только, скажем, в Кишинев, только в большие города, в Бельце, да, или другие. Выборка, которую стоит доверять, то есть, количество людей опрошено, которые вот для этих 2,2 миллиона, действительно, ну, можно говорить, что он более-менее, ну, как так соответствует. Ну, средняя цифра, которая у нас используется в Республике Молдова, то есть, это где-то 1200-1500. Она более репрезентативна, конечно, чем больше, тем лучше, то есть, да, и тогда можешь достаточно проанализировать те города и результат, да, скажем, выборов, и сделать правильную выборку. То есть, изначально тебе нужно проводить как можно больше. Потом, когда у тебя уже есть эта формула, которая представляет результативность и репрезентативность страны, да, то есть, ты можешь сокращать. То есть, если для города, да, то есть, скажем так, для маленького населения, это может быть от 600, скажем так, и так далее. То есть, опять же, все зависит именно и от формулы, и от выборки, и от опыта компании, которая уже проводила. То есть, если, скажем, компания проводила 10 раз в муниципе Кишинев, да, она уже приблизительно знает, имеет свои собственные данные, внутренние данные, которые, хотя исходят, и делает эту выборку. Два вопроса. Первое. Спорите ли вы с коллегами по поводу их данных, полученных, исходя, основываясь на своих данных? Вот короткий вопрос, короткий ответ. Нет. Нет. И второе. Ждете ли вы результатов оглашаемых, работы своих коллег? Да, конечно, но... Есть ли вот это вот такое, на тебя, ожидание, волнение? Ожидание, волнение нету. Интерес есть, на самом деле, да, вот вы сказали, напомнили про социологический опрос Идисфитору. На мой взгляд, очень хорошее исследование. Да, вот вы озвучили, скажем так, вопрос рейтинга, но там есть очень много важных других вопросов, которые, на самом деле, могли бы помочь тому же государству решить данный вопрос. Потому что, ну, иногда в сложных ситуациях ответ может быть очень простым. И вот здесь я даже горд жителями Молдовы, что у них есть ответ, как решить данную проблему. И там вы увидите, что касается газа, да, почему считает население, что вот у нас газ дорогой, как это можно решить, с кем нужно договариваться и так далее. То есть у людей, на самом деле, есть этот ответ. Любому правительству, неважно это какое, то есть про европейское, про левых сил или какой-то определенный блок, необходимо лишь посмотреть то, что говорят люди. Я поняла, кстати, знаете, что у нас в стране не проводились референдумы, но у нас проводятся соцопросы, может быть, это единственный шанс для людей высказать свое мнение, посоветовать что-то провести. Ну и референдум, опять же, я не верю, что при том уровне политического класса, уровне, уровня, референдум не испортят. У нас, к сожалению, и выборы, и референдум все перевели в политическую плоскость. Причем политика, это не с научной точки зрения, а из электоральной. У нас нет референдумов, поэтому можно закрыть эту тему. Но, в принципе, как бы соцопросы, это, наверное, единственная возможность. Ну, вот такой аналог референдума, только в очень узком, ограниченном виде. Спасибо вам огромное за эту беседу. Я думаю, телезрителям это будет интересно и увлекательно, и полезно. И вот могут почитать, действительно, данные Эдис Виит Орл, благо ваши коллеги выкладывают это всегда в хорошей очень презентации. Можно посмотреть, почитать. Это интереснее, чем иногда сидеть в ТикТоке. Да, согласен. К новостям. Зарубежье. Нью-Йорк Таймс сообщил, что США изучают возможность нарастить свое присутствие в Восточной Европе. Например, они намерены разместить на территории своих союзников несколько тысяч солдат, а также корабли и самолеты. Бряд с неоружием происходит на фоне вроде как ведущихся переговоров между Россией, США и НАТО. Все только и говорят о том, что возможно будет российское вторжение на территорию Украины. Россия говорит, что нет таких планов. Запад говорит, что есть. Но зачем это кому бы то ни было? Не объясняет. А в это время в Средиземном море проходят масштабные учения НАТО. Россия со своей стороны готовит или уже проводит учения по нескольким направлениям в Белоруссии, Балтийском море и в Атлантике. Плохие новости. Неспокойные времена будем наблюдать. А пока о других событиях зарубежья. Ответ, которого так ждали, получен письмой Североатлантического альянса о гарантиях безопасности, был передан послу России в Брюсселе Александру Таковинину. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. При этом он отметил, что суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности. Напомню, 17 декабря прошлого года МИД Российской Федерации опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора с США и членами альянса предполагают, среди прочего, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Впрочем, в Соединенных Штатах уже рассказывают о содержании ответа. Он якобы открывает дорогу для организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы. Американская сторона и ее союзники готовы ввести переговоры о введении взаимных правил, ограничивающих масштаб и места проведения военных учений, с тем, чтобы перемещения военных не могли быть расценены как стягивание сил для потенциального нападения. При этом в ответе ясно обозначено, что у России не будет права вето по вопросам размещения ядерного оружия, войск или обычных видов вооружений. В среду в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча советников-лидеров нормандской четверки – Франции, Германии, России и Украины. Переговоры продлились почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию на переговорах представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера Янц Плетнер, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. На встрече советников-лидеров нормандского формата стороны провели инвентаризацию минских договоренностей, заявил Дмитрий Козак. «Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позиции, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс, чтобы Украина, Донбасс, УБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта». Замглавы администрации президента России добавил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены. Россия устранила препятствия для регистрации участка газопровода «Северного потока-2» в Германии. Напомню, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока-2» до завершения создания дочерней компании «Швейцарской Nord Stream» для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Российская компания учредила германскую дочернюю структуру «Газфа Европа». Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток-2», расположенного в германских территориальных водах и площадке береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы. Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться 4 месяца. После того, как заключение сертификации будет вынесено и 4-месячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У нее есть еще 2 месяца на рассмотрение. Кроме того, она может попросить продление еще на 2 месяца. Так что это еще не конец истории, а промежуточный этап. А также на этой неделе стало известно, что Румыния ведет переговоры с Соединенными Штатами и Францией по поводу способов увеличения численности их войск в стране и готова принять у себя большее военное присутствие НАТО. Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совете Безопасности. Это все, что успели рассказать сегодня. Встретимся здесь, на НТВ Молдова, ровно через неделю, в субботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова